Звук ветра шепчет тайны прошлого, когда руки Леонардо да Винчи прикопывали взгляды канваса, а его кисть рождала самих великих. Добро пожаловать в мир искусства и загадок. Добро пожаловать в удивительное путешествие вместе с нами. Сегодня мы погрузимся в историю и тайны одной из самых знаменитых картин в мире. Монны Лизы Леонардо да Винчи. Приготовьтесь открыть дверь в прошлое и раскрыть мистическую улыбку загадочной дамы, чьё взгляд скрывает тайны веков. Готовы ли вы к путешествию? Тогда давайте начнем. Картина «Мона Лиза» Леонардо да Винчи – это одно из самых известных произведений искусства в мире. Она поражает своей загадочностью и красотой. Вот несколько интересных фактов о Мона Лизе. Самая известная черта портрета – это загадочная улыбка Мона Лизы. Эта улыбка стала объектом множества споров и теорий. Некоторые считают, что она выражает таинственность и женскую загадку. В то время как другие утверждают, что это просто результат особенностей перспективы и техники художника. Ещё одна удивительная особенность Моны Лизы – это её глаза. Кажется, что её глаза следят за зрителем, независимо от того, с какого угла вы находитесь перед картиной. Этот эффект создаётся за счёт того, что Леонардо да Винчи использовал технику перспективы, которая придаёт глазам особую живость. Ещё один интересный факт, связанный с годом 1911. Дело в том, что в 1911 году картина была украдена из Лувра, что привлекло огромное внимание к этому произведению искусства. Оно было найдено через два года, когда укрыватель, итальянский художник Винценцо Перуци, попытался продать её. Сейчас картина Мона Лизы защищена множеством мер безопасности. Она находится за защитным стеклом, и перед ней установлено специальное устройство для регулирования температуры и влажности. Многие утверждают, что даже таким образом, эта картина, которая там стоит, на самом деле не является настоящей картиной, а это всего лишь очень искусная подделка. Другие специалисты-искусствоведы утверждают, что, возможно, сама картина вообще давно утеряна или уничтожена, а всё, что вы видите, это просто подделки. Учитывая бюджеты, которые растут каждый год, благодаря желающим увидеть эту картину поочию, то и соврать не жалко. Тогда в чём же дело? Почему так много стремятся, чтобы увидеть именно эту картину? Многие туристы отдают последнее, чтобы из каждого уголка мира прилететь или приплыть на корабль, чтобы всё-таки наконец-то увидеть это произведение. Дело в том, что, как утверждают очень многие специалисты и искусствоведы, техника и стиль, который применял Леонардо да Винчи, был особенным. Леонардо да Винчи использовал мастерство тонкой штриховки, известной как сфумата, чтобы создать мягкие переходы между цветами и контурами на картине. Это придаёт работе особую мягкость и реализм. И это, это лишь маленькие факты, которые можно найти. Эти факты лишь скрывают вершину айсберга интересного вокруг Мона Лизы. Картина продолжает вдохновлять художников, учёных и обычных людей своим великолепием и загадочностью. Но это ещё не всё. Большинство знатоков считает, что Леонардо да Винчи изобразил на своей картине Лизу Герардини, родившуюся в 1479 году. Супруги торговца Шоуком из Флоренции Франческо дель Джоконда. Отсюда и второе название картины Джоконда. Было 24 года. И она имела двух сыновей, когда позировала для портрета. Но почему великий живописец выбрал именно её, является всё-таки тайной. Хотя существует и другая версия, что Леонардо в своей картине изобразил сам себя в женской ипостаси. А название картины правильно звучит как Мона Лайза или Моя Леди с итальянского. До Винчи потребовалось почти 4 года, чтобы написать этот портрет. У Моны Лизы отсутствуют брови. И есть мнение, что Леонардо, будучи законченным перфекционистом, хотел переделать неудачные брови и стёр их. Но руки, нарисовать их снова у художника, так и не дошли. В 1956 году человек по имени Уго Унгатца кинул камнем полотно. Это привело к небольшому повреждению краски рядом с левым локтём Мона Лизы. Интересный факт есть, что Мона Лиза проживает в своей собственной комнате в Лувре, в Париже. И защищена пуленепробиваемым стеклом и специальным микроклиматом, защищающим её от пагубного воздействия внешней среды. Эта комната была построена специально для картины и стоила музею более 7 миллионов долларов. Недавние обширные исследования показывают, что есть три различных версии Мона Лизы. На одном полотне, но в разных слоях. Видимо, художник несколько раз перерисовывал своё творение. Непредзойдённая известность этой работы состоит частично в том, что она была украдена из Лувра, в Париже, средь белого дня, служающим в 1911 году, как вы раньше уже слышали. А нашли её только через два года. Интересно, что Мона Лиза считается бесценной и поэтому не может быть застрахована. Как говорят, всех денег мира не хватит, чтобы купить её. Вот такой интересный факт про Мона Лизу. Если вам видео понравилось, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий, если вы хотя бы когда-нибудь рисовали какую-нибудь картину. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь. До встречи в новом видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok